Его всемирная слава пришла, когда казалось, что о нем и его трудах забыли даже на родине. Его открытия представлялись современникам печальными заблуждениями, но до самой смерти вера в торжество истины никогда не покидала ученого. Казань. Этот кремль у берегов Волги, 10-летний Лобачевский и два его брата увидели впервые осенью 1802 года, когда их после смерти отца привезла сюда мать из Нижнего Новгорода. Много неясного в этом переезде, связанном с тайной происхождением трех братьев. Что же им приходилось скрывать? 25 ноября 1792 года в Алексейской церкви Нижнего Новгорода была сделана запись о крещении младенца Николая, который, подобно братьям, числился в исповедальных книгах то воспитанникам, то приемышам землемера Шебаршина, вопустника Московского университета. Приемыши и воспитанники, значит, незаконно рожденные, всей улице это было известно. Мать по первому неудачному браку носила фамилию Лобачевская, эта фамилия и досталась сыновьям. Землемер успел им дать начальное образование и завещать свое небольшое состояние, но как обеспечить их будущее? К ним закон суров даже в исповедальной книге. За корявыми строчками этого документа драма семьи. Братья записаны не как сыновья, как воспитанники родного отца. Родовой герб и дворянское звание Великий Геометр выслужил спустя много лет. След умолчания о происхождении сказался в ошибке на год даты рождения. 1793 год, а не второй. Великий Геометр должен был скрывать отцовское имя. Это был крест на всю жизнь. Под небом Европы в детские годы будущего ученого ломались границы государств, гибли города и армии. Тысячи беженцев искали спасение вдали от родины. И кто же мог знать, как скажется это на судьбе трех сирот в далекой Казани, куда занесет эмиграция нескольких немецких профессоров из Германии? В России им предстояло сделать доброе дело. Так, в феврале 1807 года, преодолев долгий путь, приблизился к стенам Казани вазок с семейством профессора Бартельса из Бруншвейга. Неисповедимы пути господни. Прежде когда-то преподал первые уроки математики великому Гауссу, теперь его ждала встреча с Лобачевским. Бартельс тут же написал в Геттинген своему бывшему ученику. «Мои слушатели хорошо подготовлены в математике, а двое изучают ваши труды». И другой эмигрант из Германии, профессор физики Броннер, сразу выделил Лобачевского. Заметил его также немец профессор астрономии Литтров. Его занятия с Лобачевским отразились в газетной заметке о наблюдении кометы. Здесь впервые упомянуто в печати имя Лобачевского. И неспроста. Местные коллеги собирались уже исключать студента за непокорный нрав. Публикация о наблюдении кометы дополнилась и другим добрым делом. Бартельс вскоре пишет в столицу, что Лобачевский проявил такие признаки отличнейшего дарования, что, наверное, составит в себе в будущем славное имя. По воспоминаниям Аксакова, казанские гимназисты, среди которых и Лобачевский, занимались не только днем, но и по ночам. Все похудели, все переменились в лице. И начальству было принуждено принять деятельные меры для охлаждения такого рвения. Тушились свечи, запрещалось говорить, потому что и в потьмах повторяли друг другу ответы в пройденных предметах. Азартное влечение учебой сочетало у Лобачевского с выходками, о которых он потом не любил вспоминать. Как-то он перепрыгнул в буквальном смысле через голову одного из математиков, а однажды промчался верхом на корове со шпагой в руках, пожелав въехать голопом в дверь университета. Часто он убегал по вечерам через окно студенческой спальни в город, чтобы танцевать на балу в дворянском собрании до утра. Говорили, что танцор он был также отчаянный и мог перевальсировать самых известных казанских светских львов. Все знали о недовольстве начальства выученикам заезжих немцев. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Сколько подробностей юности гения сохранили нам его немецкие наставники в письмах, отправленных когда-то на почтовых. Сюда, в Геттинген, писали более всего. Здесь жил и творил великий Гаусс, признанный гений и непререкаемый авторитет множества учеников, друзей и всех, ищущих ответы на сложные вопросы в математике. Гаусс еще в молодости заинтересовался так называемой загадкой Пятого постулата Евклида Параллельных. Вместе с другом Фаркашем Бойи Гаусс мог часами обсуждать самые глубокие вопросы пространства. Друзья любили затянуться добрым табаком и, расставаясь, дали клятву в условленный день и час доставать свои трубки, где бы ни находились оба. Гаусс навсегда остался в Геттингене и часто писал старому другу в Венгрию. Гаусс первым пришел к открытию неевклидовой геометрии, но не решился его опубликовать. Спустя несколько лет его осторожность обернется драмой. Однажды Фаркашу Бойи от Гаусса пришло письмо. Смотрите, как тесен мир. Мой старый друг и первый учитель математики Бартельс пишет мне из Казани, что двое его учеников ревностно изучают мою книгу. Чуть позже гениальный сын Бояи, Янош, впервые задумался о загадке параллельных, не зная, что над той же задачей бьются и в России. Постулат Ивклида не давал покоя харьковскому профессору Швейкарту из Германии. Испечряя черновик невиданными фигурами, Швейкарт погружался в пугающие бездны неевклидовой гипотезы и не верил своим глазам. Перед ним открывался мир, который он назвал астральная геометрия. Не безумие ли это? И вот в Геттинген-Гаусс улетит письмо об этой астральной геометрии, отклонение которой от Ивклидовой можно обнаружить лишь измерениями космического масштаба треугольников. Что думает об этом Гаусс? Гаусс написал, что гипотезу о возможности астральной геометрии он допускает, но поддержать ее сейчас значит подвернуться вместе с автором скандальному шельмованию невежд. И Швейкарт отступил. Его племянник Тауринус шагнул в теории еще дальше и первым в мире опубликовал свои исследования в книге, где упомянул имя Гаусса с пожеланием открыто высказаться по этому вопросу. Возмущенный Гаусс оборвал навсегда переписку с Тауринусом. Он же просил не ввязывать его в публичные потрясения основ. Автор злополучной книги в приступе меланхолии решил сжечь весь ее тираж. Он не собирался никого опровергать. Ему не нужна такая слава. Геометрия зависит от географии. От Геттингена до Казани и от России до Венгрии сзади не доскачешь. Кто знает, как повернулась бы история, если бы все участники исследования параллельных съехались у Гаусса. Гаусс как-то сказал. Я прихожу все более и более к убеждению, что необходимость нашей геометрии не может быть доказана, по крайней мере, человеческим разумом и для человеческого разума. Наверное, навсегда останется загадкой, почему природа, будто ждавшая чего-то многие сотни лет, в начале XIX века внезапно вдохнула жажду разрешить важнейшую тайну пространства сразу нескольким людям в разных концах Европы. И как в детективе оставить участников драмы в неведении о будущем финале геометрического сценария. Почему-то именно Лобачевскому придется труднее других, ведь именно ему доведется быть жестоко осмеянным за смелость доказать, что, возможно, геометрия построена на отрицании привычного, очевидного, само собой разумеющегося. Вначале Лобачевский хотел проверить себя еще и еще раз. Может быть, удастся все-таки доказать верность единой для всех старой, доброй, евклидовой теории параллельных. Лобачевский в ранние свои годы делал попытки доказательства пятого постулата, и одна из них была очень остроумной. К прямой восстанавливается перпендикуляр, потом к этому перпендикуляру еще один перпендикуляр, еще один перпендикуляр, еще один перпендикуляр, и еще один перпендикуляр. И утверждается, что он обязательно пересечет вот эту сторону. Тогда был бы справедлив постулат Евклида. По-видимому, поняв ошибочность своего доказательства, он уже владел понятием о расходящихся прямых. Если это построение осуществить на плоскости Лобачевского, то тут может представиться такая возможность. Мы берем прямую, выставляем перпендикуляр, перпендикуляр к перпендикуляру, перпендикуляр к перпендикуляру, перпендикуляр к перпендикуляру, перпендикуляр к перпендикуляру, и он совсем не пересечет вот этой стороны. Так как эти две прямые окажутся расходящимися. Вот таким образом, на таком трудном пути, Рыбачевский постепенно пришел к идеям своей гении. В чем тайна гения? Что отличало его с детства от гимназистов, гордившихся, как и он, возможностью посвятить свою жизнь наукам в новом университете Казани, слышавших, как и он, гордый Кант в честь торжества его открытия? 1825 год. Император Александр I внезапно заболевает в Таганроге и вскоре Россия узнает о его таинственной скорпостижной кончине. В Петербурге смута. Восстание декабристов. Новый император Николай I железной рукой начинает наводить новые порядки, сменяя чиновников, не успевших или не сумевших сориентироваться при новой власти. В жизни Лобачевского приход нового самодержца означал также решительные перемены. В Казань назначается новый попечитель учебного округа Мусин Пушкин взамен разжалованного и отданного под суд Магницкого. Смена руководства оказалась счастливой. Новый глава округа был человеком прямым и честным. Мусин Пушкин сыграл в жизни Лобачевского замечательную роль истинного защитника и покровителя. При нем ученый становится ректором. Азартный поборник идей просвещения Лобачевский писал. Меня радует, что вечером родившаяся мысль в уме одного человека утром в типографии повторяется тысячи раз на бумаге и разглашается потом во все концы земли. В феврале 1826 года Лобачевский сдал рукопись и представил доклад о разрешении им загадки пятого постулата. Исторический день. Но рукопись была утеряна на кафедре. Доклад встречен с недоумением. Что ж, если его не понимают в Отечестве, его должны услышать в Европе. Надо писать не только по-русски, но и по-немецки, и по-французски. Да, те, кто его мог понять, не могли бы прочесть его воображаемую геометрию. Ни немцы, ни венгры. Но именно эта книга сделала его имя бессмертным. Хотя современники ее не только не поняли, но и осмеяли. Желчный фильетон был напечатан в этом журнале. Именно в Сыне Отечества был ошельмован истинный Сын Отечества. Видимо, с ура-патриотами всегда так. Воображаемая геометрия была ославлена на всю Россию, как сатира на геометрию. И это был единственный прижизненный отзыв прессе. Единственный. Главный авторитет Российской Академии Наук Остроградский и его секретарь ФУС также ничего не поняли в воображаемой геометрии. Такое же непонимание встретила и работа Лобачевского по алгебре. Это был заколдованный круг. Столичные академики были крупными учеными. Но вот незадача. Все труды Лобачевского они отвергали с порога. Лобачевский надеялся на справедливую оценку его трудов на Западе и стремился к изданию своих работ на европейских языках. Свободно владея французским и немецким, он неустанно следил за всей научной периодикой, но к нему на письменный стол ни разу не попала ни одна работа, подтверждающая хоть косвенно его открытие. Как проверить свою правоту? С помощью новых формул он вычисляет значения определенных интегралов и сличает их с результатами, добытыми традиционным способом. Все сходится. Как странно. Лобачевский не обратился с письмом к Гауссу. Почему? Что остановило его перо? Ты уж никак не могли предвидеть Гаусс и Фаркаш Боии, что разгадка пятого постулата будет связана с именем неведомого им тогда Лобачевского и сыном одного из них, Яношем Боии. Фаркаш напрасно писал сыну. Молю тебя, не делай попыток одолеть теорию параллельных. Я изучил все пути до конца. Я не встретил ни одной идеи, которую бы не разрабатывал. Оставь эту материю. Она погубит тебя. Но рукопись сына продвигалась вперед, приближая его к бессмертию и краху всей жизни. Коварно погоня за славой. Я создал новый мир. Все, что было до сих пор, лишь карточный домик в сравнении с воздвигнутой теперь башней, писал он отцу. Янош Боии возлагал все надежды на Гаусса. Ведь этот гений – старый друг отца. Он поймет. Янош ждал с нетерпением ответа из Геттингена. Гаусс ответил Фаркашу. Я поражен. Путь, по которому твой сын пошел, результаты почти сплошь совпадают с моими. В городке, где служил военным инженером Янош, ответ Гауса сразил юного геометра, мечтавшего не о военной, а о научной славе. Значит, открытие ничего не стоит. Гаусс якобы крайне поражен. Я поражен не меньше, писал Янош отцу. Правда, как весною всюду появляются фиалки, так одни и те же мысли могут вспыхнуть в разных местах. Но я действительно поражен. Армейская простота нравовка могла сорвать досаду неожиданным образом. В раздражение он однажды вызвал на дуэль 12 офицеров всех в один день. Невероятно. Он взял свою скрипку, чтобы между поединками успокаивать нервы музыкой. Армейские рубаки с пониманием отнеслись к причуде товарища. Что ж, к барьеру? Далеко в Казани Лобачевский даже не подозревал, что вскоре настанет его очередь возмутить дух его невольного соперника по бессмертию. Он не знал о самом существовании Яноша Бойи и его способе решать спорные вопросы. Янош считал, что Гаусс – его единственный конкурент. Ему пришлось испытать настоящий шок, когда он получил книгу Лобачевского на немецком «О параллельно». Теперь он понял – имя Лобачевского – псевдоним Гаусса. Ведь слишком невероятно совпадение результатов. Здесь плагиат. Настоящие параллельные не пересекаются, а тут параллельные судьбы. Лобачевский много бы дал, чтобы увидеть человека, сомневающегося в его существовании. Вот эта книга, написанная в Казани и изданная в Берлине. Она и была принята Бойи за сочинение Гаусса, избравшего такой хитрый псевдоним Лобачевский. Гаусс не подозревал о фантазиях Боии напротив. Он был рад таланту сына его старого друга. Именно Гаусс рекомендовал книгу Лобачевского в уверенности, что она доставит друзьям живейшее удовольствие. Гаусс даже углубляется в изучение русского языка, чтобы прочесть автора в подлиннике. Вот почему эти издания попадают в руки великого ученого, после чего Гаусс рекомендует избрать Лобачевского в члены-корреспонденты Геттингенского королевского общества как одного из отличнейших математиков Российской империи. В 1830 году прответанию Казанского университета, Казани, России и Европы был нанесен удар. Пришла эпидемия холеры. В городе охваченным ужасом по улицам дымились куревы из навоза и тянулись мрачные фуры, вывозившие умерших на холерное кладбище. В отделенном карантином от города университете Лобачевский сумел пресечь распространение заразы. Университет оказался надежным оазисом, устоявшим перед смертью. Среди спасенных от холерной эпидемии студентов, педагогов и горожан незаметно для великого ученого все большее значение стало занимать некая юная наследница немалого состояния, влюбившаяся в общего спасителя. Вскоре она стала невестой, а после свадьбы чуть не каждый год принялась одаривать Лобачевского новыми отпрысками семейства. В их хлебосольном доме никогда не переводились гости, за стол садилось каждый день куда более десятка. От университета до дома было рукой подать, а в ректорских хоромах двери всегда были открыты для всех, кто нуждался в поддержке. Многих бедных студентов привратник знал в лицо, а некоторые кормились здесь месяцами, уезжая вместе с хозяевами на каникулы в поместье на Волге. 24 августа 1842 года в Казани вспыхнул пожар. Оставив свой дом, ректор бросился к университету. Жар был так силен, что на улице загоралась одежда. Лопались стекла и вылетали рамы. Вот-вот могла загореться библиотека. Книги и самые ценные инструменты астрономической магнитной обсерватории перевозили за реку. Человеческие голоса заглушал рев бури и по временам треск рухнувших строений и колоколин. К счастью, удалось отстоять почти все здания университета и спасти библиотеку. За две тысячи с лишним лет до этого в родном городе Евклида Александрии сгорела именно библиотека. Лобачевский оказался счастливее. Сквозь огонь тысячелетий прошли Евклидовы аксиомы, но ученых тревожила формулировка постулата о параллельных. И не даром это был троянский конь геометрии. Возникающее на наших глазах простейшее графическое построение своего рода памятник наглядности, поверхность постоянной отрицательной кривизны. На ней осуществляется часть планиметрии Лобачевского. После того, как итальянец Бильтрами первым заметил и объяснил счастливые свойства этой поверхности, постепенно пришло всемирное признание идей, казавшихся прежде произвольными умозрениями. В них ничто не изменилось, но теперь изменилось все. Почему так прихотлива фортуна? Быть может, вот она, сверкающая башня, о которой писал отцу несчастный бой ей. В Геттингене незадолго до смерти Лобачевского была обоснована римманова геометрия, новый шаг нового гения в понимании пространства. Вспомнил ли тогда Гаусс свои давние беседы и письма о ней в Клидовой геометрии? Трудно сказать, но круг замкнулся. Признание новых идей досталось новым поколениям. Лобачевский недаром мечтал, что настанет время, когда юноши играючи станут решать задачи, казавшиеся его коллегам безумными. Когда-то Ньютон сказал, что видел дальше других, потому что стоял на плечах гигантов. Лобачевский встал и в их ряд. В чем загадка близорукости современников? Земные мерки легче вписываются в шарж и анекдот. И тем проще, чем ближе стоящие рядом. К тому же казанский геометр замахнулся на устои пространства, вооруженный лишь пером и листком бумаги. А современники и сами умели скрипеть гусиным пером. Вот дневник студента эпохи Лобачевского. Полистаем его. Где-то здесь набросок портрета ректора, сделанный прямо на лекции. Вот он, Лобачевский в профиль. Какой-то оттиск печати, взятый тайком с кафедры. А здесь легкое перо увековечило лица сотоварищей, слышавших голос гения. Здесь схваченный характер без расчета на вечность, тем интереснее мимолетные образы минувшего. Большинство мы не знаем, но среди них есть и известные миру имена. Графы Толстые, братья великого писателя. Их учеба прошла под отеческим взглядом ректора Лобачевского. А вот и сам Лев Толстой. Да, таким он предстал когда-то перед ректором. В повести «Детство, отрочество, юность» можно найти эти прообразы. Следующее поколение студентов после смерти Лобачевского выдвинули совсем другие имена. Бывший казанский студент, знаменитый Каракозов, был казнен за покушение на царя. Недолго учился здесь и Владимир Ульянов, отец которого когда-то был принят Лобачевским в университет. Сын, правда, прославился совсем по другой статье. Поколение революционных студентов предпочли бунтовать Россию вместо того, чтобы ее просвещать. Как странно у нас распоряжается время славы великих. Судьба будто медлит при их жизни, чтобы затем в торопях увековечивать, свергать с пьедесталов, Бог знает, чем награждать. Университет, которому великий ученый отдал всю жизнь, возведя его главные здания и воспитав несколько поколений учеников, осветив его своей всемирной славой, этот храм целую вечность ждал от истории подсказки, чье имя он должен носить. Да, задал Лобачевский потомкам загадку. Кто знает, говорил когда-то Лобачевский, какие от нас скрыты истины в том, чего мы не понимаем. Да, нам много еще нужно понять, обращаясь к эпохе, подарившей Россию и миру гения, который, подобно Колумбу, открыл человечеству пространство, быть может, более щедрый на новые прозрения, которые ожидают нас в будущем. В чем же главная загадка судьбы Лобачевского? Где истоки несгибаемой веры в осуществлении его надежд, любви к Отечеству и мудрости, которой он был наделен? Может быть, ответ и заключен в этих прекрасных словах вера, надежда, любовь, мудрость. Последним испытанием в жизни гения была полная слепота. За неделю до смерти он попросил снять с себя дагеротипный портрет. Лобачевский начал терять зрение после смерти любимого старшего сына, а этот снимок был подарен другому, как прощальный привет отца, знавшего, что на земле его дни сочтены. Всю жизнь на его столе, как и во всем, даже во время болезни, царил идеальный порядок. Каждый предмет на своем месте. Справа, обратите внимание, на сургучный штемпель на конверте. Это окаменелость, след его личной печати. А эта изящная статуэтка и есть рукоятка печати Лобачевского. А вот она будто выпала из его руки мгновение назад, февральским вечером 1856 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова